В белорусской армии пополнение. В 114-й гвардейской школе прапорщиков состоялся 30-й юбилейный выпуск. Заветные погоны с двумя звездочками получили в том числе 18 девушек. На торжествах побывала наша съемочная группа. В 114-й гвардейской школе прапорщиков выпуск. За 15 лет в стенах этого учебного заведения подготовлено около 6000 профессиональных военных. Из 160 курсантов, которые выпустились сегодня, 86 оценены на оценку «Отлично». Это высокий результат и нам есть чем гордиться. Сегодня прапорщики занимают достойное место в войсках, оказывая помощь командирам в воспитании личного состава, поддержании боевой готовности вооружения, военной техники, сохранении запасов материальных средств. Прапорщик – это профессионал. Будь он начальник радиостанции, старший техник роты или старшина подразделения. Многие годы службы в одной и той же должности позволяют в совершенстве освоить специальность, быть мастером своего дела. И все начинается здесь, в гвардейской школе. Здесь дают очень большой объем знаний. Каждому подходит преподаватель индивидуально, каждому объясняют все, стараются довести максимум информации. Много чего для себя, многого узнал. Большое спасибо преподавателям. Всегда мечтала выйти замуж за военного. Не будем останавливаться на достигнутом. Поэтому будем учиться дальше. В последние годы популярность службы в должности прапорщика значительно выросла. Среди 160 курсантов нынешнего выпуска 126 имеют среднеспециальное образование, 18 – высшее. Отрадно то, что среди мужчин сегодня закончили обучение в школе прапорщиков и 18 девушек, которые также станут в ряды вооруженных сил. Дарья Коршун и Анастасия Верланд закончили высшие учебные заведения и выбрали военную профессию. У меня и дедушка, и отец все служили, поэтому, видимо, зов. Хочется служить, это нравится. Нравится дисциплина, порядок. Тоже думаю, что на прапорщиках мы не остановимся, будем дальше служить, дослуживаться. Девушкам, безусловно, труднее переносить тяготы и лишения службы. Однако их это не пугает. Было сложно привыкать к этому всему, новый распорядок дня, все по расписанию. Но потом все равно привыкаешь ко всему. Жили в казарме, коллектив очень хороший, девочки все общительные. У нас конфликтов вообще не было практически. В вооруженных силах Беларуси существование института прапорщиков, в отличие от российской армии, где в 2010 году он был упразднен, никогда не подвергалось сомнению. Вот уже 15 лет школа в печах готовит специалистов для всех родов войск, которые могут работать на сложной технике. Такие профессионалы всегда будут востребованы.